как жизнь молодая вообще отлично откуда из украины не вижу что с украины от город полтава если этого о чем-то говорит конечно говорит и где это в области украины видео где полтава у нас точно вообще в точку а вы откуда с каких российских ебеней и вене из ростовских с бандитских самого главная чудо таки думал и как там на россии хочу у нас тут весело спокойно в правительстве уроды все живут в вообще жизнь удалось конечно но у вас там как обычно между усобицы война ебучая между кем между собой же между собой же у меня между собой нету между собицы ну как же у вас гражданская у нас гражданская война граждане украины воюют против граждан россии ну почему же россия они же тоже украинцы там много бурят и вот эти шахтеры бурятские ли кто или кадыровцы слушали кадыровцы это тоже граждане или александров ерофеев агеев словские десантники это все наши граждане а если хорошенько вспомнить что советском союзе все были равны и казахи и украина и русские окне тоже ты застал вообще ссср для 90 годов 90 годов что ты там можешь помнить кто там был равен ну блин знаешь что вот это отношение в рюске к остальным там хочу чучу мэйки чурки и жиды и книг она жила из ссср так не ну ты все были равны только почему-то титульная нация была ровнее соответственно ты из ростова с украинским акцентом с вашей ростовской балачкой считаешь наверное себя жутким рюски ну я как бы не не сам с ростова я вообще-то с севера я сахалинец ну тем более сахалин кто осваивал украинцы осваивала кто твоя бабка и твой дед они разве не украинцы поляки бабка поля хорошо или поляки но никак никак я не пойму как и ты из поляков получился рюски вдруг с крови смешения называется есть крови смешали с кем смешали поляков чтобы получить русские а в каком так как у нас татарском историю да не в ссср уже не было татаро-монгольского и это ты зря когда пошло бы смешение крови татаро-монгольское иго когда еще на русь православную нападала на машине времени твои родители летали чтоб там их смешали ли как я тебя спрашиваю как из поляков послушай как из поляков ты стал русский даже не задумывался никогда над этим на шел шел такого по я русские не русские а русские и русские русские глаз узкие дело в том что значит есть пословица если хорошо помыть русские то ты найдешь татарина там или поляка или украинца русские это не национальность если ты не знаешь русские это отношение к определенной территории ну наверное сейчас это знанию русского языка поэтому русский поля послушайте русский поляк русский татарин и и все остальное так как россиянин чтоб ты понимал это не национальность абсолютно хорошо берем иначе есть такая национальность украинец именно украинец это имя существительное а русский отвечать на вопрос какой чей русский русский раб русский баран это не существует а прилагательное звучит русский язык вот там вот и написано что русский это прилагательное чему-то я просто из всего сказанного просто могу сказать то есть вероятностью что я не за русских не за американцев не за украинцев я сексом по себе живущий молодежь и по сути по этим словам могу понять что точно так вот ты и скажешь когда тебя отправят в какой-нибудь там сирию украину казахстан беларусь воевать с каким-то очередным псевдо фашизмом и когда тебе там отстрелят бошку и отправят домой в ящике вот тогда ты будешь ехать и своей дырявой башкой думать о том почему ты был почему ты жил отдельно государства а дырка теперь у тебя в голове него государства почему у меня сослуживец на украине три года от воевал не он убил он рассказывал точно не собрать не буду но около десятка афроамериканцев на стране в силу он убил точно мы служили своими глазами видел он нет просто своими глазами а через прицел снайперской винтовки я вообще знал что как бы они покуривают покуривают я ношу но не думал что в таких количествах но почему же м м16 у вас его находили американские сухпои это доказано это тебе прямо с сахалина все видно да про сухпои а почему сахалина у меня друг который я прослужил два года хорошо тогда такой вопрос я так понимаю на твоего друга сейчас возбуждено уголовное дело до на него к сожалению да потому что запрещено в на украине русским людям воевать эта статья ну таки что его осудили разве сейчас он сидит слушай ты сейчас будешь так нескладно что прямо же мне неудобно три года дали за что за то что он воевал на стороне донбасса что русским запрещено воевать каких-либо воинах именно быть наемниками людям вешает на в школах эти памятные таблички о чем ты рассказываешь люди гордятся ты тут такую феню рассказываешь люди получают ордена люди получают медали медали за захват крыма а ты что ты несешь сейчас какая у него родственники на украине его его матери сестра сестра там живет она лично была под обстрелом в свою он просто не выдержал и поехал туда защищать свой а в каком населенном пункте она живет под луганском она бы живет краснодон раз они далеко раз на доне туда тоже залетали я учился в донецке в россии я украину сам люблю люблю я я когда учился в институте я сам краснодон луганск я ездил там были великолепные рынки там лучше чем в россии были приезжать цены меньше чем у нас мне ну тогда что мне было русского мира теперь же частью русский мир только нет ни рынка в на заводов тебе твой товарищ не рассказывал как вы вывезли луганский патронный завод например в россию спасли ночью рассказывать по нашим успехом как наши зеленые красавцы блять его если бы наша бывает в этом воевали бы было бы с украиной полностью как с крымом без всяких там стрелять как это ваши воевали то ли что вы товарищ воевала теперь ты лишь ваши не воевали он воевал по собственной воле но не от лица так подожди оружие танки к эти зоопарк система радиолокационной борьбы булки и все остальное откуда вы только не надо мне говорить что из военторга в наше время можно хорошо думала хорошо ты знаешь сколько стоит бук система вообще пару миллионов долларов да там до пару там не пару а наверное десяток миллионов скажи откуда у молодой республики такие деньги учитывая что вы вывезли все заводы оттуда ну люди разные есть кому это выгодно война это всегда первую очередь деньги то есть ты упорно веришь в эту чушь ну как и вы в эту чушь тоже верить а где а где сути в то что шахтеры накопали буки у себя в шахтах как они рассказывают вот это есть такое понятие выражения кто победил тот и прав не но это понятно таковы таковы уже победили считаю что тут нету слушай так вы же считаю а мы ни с кем него его не воюем вы воюете между собой хорошо так а крым аннексировали как вы оккупировали это как ну крым еще с давних времен с каких давних времен российской федерации сколько лет стране не российская именно советскому союзу а советского союза нет уже давно такой страны что после советского союза что у нас произошло ну развалился советский союз образовалась несколько независимых государств правильно сколько лет независимых государств то есть российская федерация не ну до российской федерации новая страна да правильно а officesаве российской федерации новой этой страны был крым когда-нибудь в советском союзе буни и советской среди нет развалилась империи тоже нету российской нет уже тех стран что-то в них происходило это никого не волнует есть сейчас независимое государство Украина и есть независимое государство Российской Федерации. Поэтому вот эти все ваши там какие-то экскурсы в историю, они же никого не волнуют. Не, ну понятно, что, как сейчас уже у вас на Украине рассказывают, что оказывается бандеровцы это были герои Украины оказывается. Ну, не знаю, мой дед, подожди, ну, что значит, конечно, герой Украины. Мой дед в свое время, вот, осталась у меня от него такая замечательная куражка. Не, ну просто, меня здесь мама учила, если человек убивает других людей, режет. Это плохой. Если человек защищает тех, кого режет. Так твой товарищ, подожди, когда он приехал на суверенное государство Украина воевать и убивать людей, он хороший человек? Нет, я сейчас, мы за другой сейчас уже... Не, мы сейчас за это говорим, за это, за современность. Вот, скажи, это... Я за бандеровцы, мы бандеровцы современные. Бандеровцы, они на своей земле воевали? На украинской? Против НКВДшникова, против твоих дедов, которые приехали их убивать, правильно? А мои деды воевали против немецко-фашистских захватчиков. Так, подожди, а откуда у меня тогда вот эта вот фуражка твоего деда? Сейчас я тебе ее покажу, а ты вспомнишь. Твой же дед, ты же помнишь такую армию генерала Власова? Помнишь, как твой дед вот такой фуражки там ходил? Это фуражка вообще-то, не Власова. Дедовская, ну, Власова... Эстельсовская. Это фуражка. Я... Посмотри фотографии Власова генерала, он точно в такой фуражке. А если быть точнее, было два подразделения в немецко-германской империи. Это были фашисты и были нацисты. Фашисты были... Какая удивительная история. Ты не знаешь, что фашисты это вообще-то... вообще к Германии не имеет никакого отношения? Ну, как вы имеете? Ну, так, ну, что фашисты, фашисты, откуда это пошло, фашизм? А с какой стороны? Итальянцы. Ну, так каким боком это к двум подразделениям? Ты бред несешь абсолютно. Нет, ну... Ты мне про деда так и не рассказал про своего, про фуражечку его. Про флаг, ваш аквафреш, фланг армии Власова. А ну, подожди, расскажи мне, сколько количество было в армии Власова и русской освободительной армии? Армии Власова воевал. И не в Власовской. У него было краснознаменное. Ну, НКВДшник, все правильно, краснознаменный. Людям стрелял в спины, выселял украинцев с их земель. Вот потому вот люди вот таких вот... Вот таких... Ты там нормально, что не обмочил сейчас, когда видишь ее? Вот люди в таких фуражках, они защищали свою землю. Точно так же, как сейчас украинцы защищают свою землю отважен. История же повторяется, ты же понимаешь. История не повторяется. Тут уже совсем другая история. Точно так. Тут не похоже. Абсолютно похоже. Смотри, украинцы... Послушай, украинцы опять на своей земле. Опять ваши наемники приезжают убивать их. Опять они их обвиняют, так же, как бандеровцев обвиняли и вешали. Переодевались бандеровцев, убивали местное население, и потом вешали это на бандеровцев. Ты скажи, пожалуйста, почему, если бандера убивал украинцев на Западной Украине, почему там в каждом доме висит его портрет? Просто это называется массовое промывание мозгов. А кто им мог промыть? В СССР им промывали, ты хочешь сказать? В СССР, наоборот, очерняли бандеру. И там всегда висели эти портреты. Бандера и Шухевича. Это сейчас промывают мозги вам. Что бандера это герой. Это очевидно. Вот ты мне сейчас пытаешься промыть мозги и рассказать, что твой товарищ приехал тут кого-то освобождать от чего-то. Ты сейчас уже пытаешься. Он не кого-то не освобождал. Он приехал своей матери-сестры защитить. Защитить от кого? Защитить от кого? От снарядов, что летят. Так, а из-за чего в СССР приходится стрелять в ту сторону? Из-за того, что там российские наемники. А зачем им туда вообще... Ты слышал про Гиркина? Ты можешь подвинуться, потому что я своим плечом разовариваю. Что ты спрятался? Ты про Гиркина Стрелкова слышал, который сейчас становится политиком? Он там с Навальным сейчас проводил конференцию. Его не слышал, а Навальный его слышал. Ну, так а ты про Стрелкова узнал. Знаешь, кто это такой? Я тебе открою. Это человек, который в составе спецгруппы захватывал Крымский парламент перед вашим псевдореферендумом. Представляешь, как классно? В Крыму захватывают парламент вооруженные люди, депутатам в голове приставляют пистолет и заставляют устроить референдум. Вот это то, как вы аннексировали Крым. Ну, оккупировали по-простому. Этот же Стрелков захватывал город Славянск. Это как раз вот там, где говоришь, что бомбят. Славянск, Краматорск, Мариуполь. Сейчас все эти города уже освобождены. И, возможно, освободили бы все остальное от вашей нечисти, если бы Россия не ввела свои войска. Вот сейчас как раз была годовщина или будет годовщина и Лавайского котла. Ну, и Лавайский котел из Лавайского котла. Да, из-за чего он случился? Из-за того, что Россия прямо, Россия испугалась от того, как быстро украинцы освобождали территорию. Ты представляешь? Сто-тысячный Славянск освободить, Краматорск, пятьсот-тысячный Мариуполь освободили. Это как так? Лавайский котел называется из-за того, что там украинцев защемили. Именно Донбасс поймали. Нет, правильно. Там уничтожили украинских добровольцев, которые освобождали от этой российской нечисти. Защемили. Мне тут просто все интересно звучит, что получается именно ВСУ там зажали в клещи, в кольцо, и оказывается они же защитили противоречие. Я не понял твой бред. Я тебе еще раз говорю, Россия ввела свои войска. Из-за этого получился котел. Я бы не сидел бы, мне пришло бы с военкомата бы. Да вас же 140 миллионов, не нужно всем 140 миллионам быть на Донбассе. Ты что, прямо такая звезда, что прям тебе понадобилось бы туда ехать? Да я бы сам с удовольствием поехал бы. Да я же не сомневаюсь. Чтобы этот бред из вашей головы головенький тупой выбить. То есть бред о том, что тебя там нет, да? То есть ты бы поехал нам-то убивать украинцев доказывать, что тебя там нету, да? Ну ты понимаешь вообще шизофрению происходящую в твоей голове? Я слышу ее напротив в свой адрес шизофрению. Хорошо. Мне вот просто интересно, вот когда были выборы, особенно в Америке, возьмем такую шизофрению интересную, когда бедную Хилари не взяли президенты, как на Украине чуть бедные они не сделали, как правильно говорится, трау. Дело в том, что я вообще говорил, что сейчас помню, как я говорил, что с бабой на мне что делать, лучше будет, если будет мужик, с ним проще договариваться, это во-первых. Во-вторых, я помню истерия, которая была в России, и как там Жириновский там подымал, ну вот, наконец-то за Трампа, Трамп наш, там все ваши вот эти вот, нам тут ходили, рассказывали, да вас тут теперь Трамп пришел, в Украине весной вас уже не будет, там все дела. В итоге что такое? Трампу на Украину потом человек, он не военный. Подожди, послушай, там он и не нужен военный, главное, что он подписывает и дальше санкции вам. Вас все больше и больше и ниже нагибают к земле, потому что вы как-то с колен встали, но забыли локти оторвать от земли, понимаешь? Вообще-то эти санкции, в России наоборот, плюсы одни только приносят. А ну назови, какие плюсы? Подожди, давай я перечислю. Доллар вырос вдвое, то есть зарплата твоя уменьшилась фактически в два раза, цены выросли, вы жрете теперь не пойми что, поскольку Путин вел антисанкции и запретил возить нормальную еду, теперь вы жрете вот ту дрянь, которую вас кормят, пальмовое масло и прочую херню. Вот это плюсы. Я перебью сейчас. А пальмовое масло... Ты сидишь, подожди, ты сидишь... Подожди, вот ты говоришь, пальмовое масло, а в России разве у нас пальмовое масло производится? У нас пальморо... вы закупаете, пальмовое масло это дешевое, а ты говоришь, что санкции ввели, мы не можем тогда покупать. Нет, ты не понял, ты сейчас не понял. Санкции вел Путин, вот эти продовольственные, это же вел не запад. Запад вообще против народа не вводил санкции, он вел только против Путина, его окружения и тех, кто связан с Крымом. Там работает, авиакомпании и остальные. Это правильно, он санкции вел. А он вел антисанкции, он запретил возить там яблоки, хороший сыр, хорошее мясо, пальмовое масло, вам разрешено, не переживай, пальмовое масло, соя, вся дрянь вам можно, ты за это не переживай. Ну, как бы, если сравнить, например, Украина и Россия, у нас полей больше, мы выращиваем мясо, Мясо выращиваете вы на полях? Частично, можно сказать. Ты знаешь, слушай, скажи, откуда у вас берутся инкубационные яйца, вот, из которых ты собираешься выращивать мясо? Инкубационные яйца, у нас свои, не перебиваю, у меня, ты в штанах два твоих инкубационных яйца? Это, получается, ты просто их переворачиваешь, смысл. У меня мать с отцом лично занимаются животноводчеством и личным хозяйством, и никакой химии мы не жрем. У меня все свое, корица с огорода, и огурцы, и помидоры, и мясо, и яйца, все. То есть вы в великой стране России, в нефтяной, вернулись к собирательству, я тебя правильно понял? Вы скоро будете шишки в лесу собирать. Это сейчас бред звучит. Нет, это не бред. Вы в стране, в которой запасы никеля, алмазов, нефти, газа, просто огромная территория, вы садите огородик, чтобы выжить. Почему? У нас помимо этого... прекрасно просто, потому что в магазине, в магазине такая дрянь, что есть нельзя. Поэтому вы вот там вот эту несчастную курочку, которую вы с трудом вырастили, вы ее зарезали, и всей семьей хоть что-то попробовать какое куриное мясо. Хорошо, у тебя сейчас какая заработная плата сейчас твоя? У меня нет заработной платы, живу на пожертвовании. Живешь на пожертвовании? А я молодой человек, 25 лет, работаю на обычном заводе российском, по производству алюминия. У меня заработа... Подожди, алюминия это круто, это РусАула там, да, вот эти компании, насколько помню, крутые, русское алюминия. Подожди, это же ваши, которые, они же у вас не олигархи называются, бизнесмены, которые живут все в Англиях. Где хозяин вашего завода живет? Хозяин нашего завода живет в Ростовской области. Да ты что? Не Ренат Ахметову назову случайно. И не он. И все его знают, и он постоянно в коллективе бывают. Ну и суть... Хорошо, сколько зарплата, ты хотел похвастаться? У нас 35 тысяч рублей. На эти деньги... Плата, я 500 долларов зарплаты. Ты считаешь, это предел мечтаний? Вообще, вы же кричали, подожди, вы когда нашим лохам... 60 тысяч рублей зарплата. Это по курсу доллара 30. То есть, 2000 долларов будет. А сейчас получается, что у тебя 500 баксов. Зачем равняться на доллар? Как это? Зачем? Я тебе сейчас легко... Подожди, я легко тебе сейчас так докажу. Компьютер, через который ты со мной общаешься, он за что куплен? Я его купил в магазине за рубли. Но его что привезли из Китая и купили там за доллары? И он как стоил там 200-300 долларов, он и сейчас так стоит 200-300 долларов. Только раньше тебе надо было полсумы... Не-не-не, политику берем. Сейчас же газ перестали, через них уже трансом. Это же, как говорится, северный канал пошел. Никто никуда не пошел. Слушай, подожди, вы куда-то перескочили на какую-то тему, мы с тобой говорили о том, как ты богато живешь. Доллары, рубли, что компьютер был куплен. Сейчас берем другое. Сейчас уже курс доллара уже не ведется. с теми, с кем мы торгуем, с Китаем. Там, если посмотреть новую инфляцию, сейчас идет курс рубля с китайской валютой. А какая китайская валюта? Ну, извини меня, я не такой всеумный, чтобы знать, ты знаешь, что у вас расчеты с Китаем идут в долларах? Уже нет. Уже да. Я хоть и не политик, не в рублях точно. Ты понимаешь, что так или иначе, я тебе скажу, в Китае юань, потому что ты даже не знаешь, какая валюта, так вот юань жестко связан с долларом. Ты понимаешь, жестко связан с долларом. И он никак все равно к вашему рублю не привязан никак. Все равно приходится покупать. Я тебе объясню сейчас на простом примере. Почему вам Путин ввел вот эти санкции на продукты? Потому что эти продукты они тоже покупаются за доллары. И для того, чтобы в стране сохранить доллары, для того, чтобы покупать важные вещи, такие как соевое масло, вот это пальмовое масло, сою, вот эту всю дрянь, основное то, что нужно для военки и нужны доллары. Поэтому обрубили вам ввоз нормальных продуктов. Вот и все. Доллары нужны. Никто не берет. Китай, у вас с Китаем товароборот знаешь какой? Китайцы сейчас, Путин им на 50 лет отдал в аренду пол Китая и они оттуда вывозят лес. Это что за... Сейчас подожди, вот сейчас не горячись, не горячись. Сейчас загуглишь просто, мы с тобой договорим, и ты забьешь и напишешь Путин передал или Россия передала в аренду Китаю и все, и тебе гугл все расскажет. Сколько чего, сколько гектаров, сравнишь с площадью приобретенного Крыма, который Путин типа вернул в страну и посмотришь во сколько раз площадь больше вам пришлось Китаю, чтобы Китай просто был в нейтралитете. И вы будете отдавать и дальше, и дальше свои территории. Ну, Китай не был нашей территорией ни в какие времена. не, ты сейчас не понял, не, не, ты не понял, смотри, понятно, Китай никогда не был вашей территорией, но на китайских картах Сибирь, вот там большая часть Сибири обозначена, на китайских картах школах обозначена как временно утраченные территории. И они эти временно утраченные территории, как только вы ослабнете от санкций, они себе заберут. И вообще-то никогда не было их территориями ну ты ты-то китайцам когда не придут и таки расскажешь сейчас как раз звучит китайский вот они когда придут а ты им таки сайт ой сюнь-сюнь хуй-сюй а если брать историю типа того единственный кусок сибири который принадлежал не россии но потом был выкуплен это был остров сахалин краски у японцев был отжат зуб сначала японии фу сахалин принадлежал советском союзе после войны его японцы забрали но в итоге его вернули все-таки курильские острова что-то какой-то бред вообще ты сейчас рассказываешь потому что после того когда пала империалистическая япония как раз и делили это все японии никто не отдавал это насколько япония до сих пор кстати с вами не подписала договор о мире если ты не в курсе после второй мировой войны именно из-за этих курильских островов которые вы на самом деле даже не используете вот взять google maps открыть и посмотреть японский остров как он выглядит застроенный цивилизованный посмотреть вашу такую разруху японии не раз был я бы в японии серьезно как тебе в сравнении послушай как тебе в сравнении россия и япония вот я бы я рад что ты был в японии ну что сравнить например с сахалин сахалин и вот и в японию поехал вот я дам другую метафору великолепно у тебя есть двухкомнатная квартира и есть пятикомнатная квартира у тебя там 100 рублей что как будет проще тебе отстроить двухкомнатную квартиру на 100 рублей либо пятикомнатную где будет лучше выглядеть они я так подожди ты же секунду секунду подожди не горячись ты же не живешь одновременно в сахалине находки ленинграде ростове ты живешь конкретно в сахалине допустим и ты в сахалине ты был же там да вот в типовом городе вот этом совдеповской в этой дыре ты что я же прекрасно я знаю как выглядит сахалин дырища согласен с тобой это разруха сандеповская и ты поехал в японию я думаю если ты реально был японии то ты приехал и ты просто охуел от того что ты увидел и учитывая что японцев их 130 миллионов а вас 140 миллионов приблизительно одно и то же у японцев нету не полезных ископаемых не вот этих морей рек вот этих всех люди живут тупо на острове но живут они в разы лучше чем вы даже не в разы это я не знаю это даже не сравнить просто тебя и типового японца загрустил ты загрустился нет я просто нет ты даже не задумался украинцы я уже не с первым с тобой разговариваю украинцы бедные у нас идет война против нас воюют ядерная держава я это все с нами наши проблемы понятно почему у нас экономики так тяжело нас разворовывали наш президент сбежал к вам опять же ваш ставленник это все понятно нет к сожалению хоть и печально говорить это но единственный за все время более или менее адекватный потому что до этого попадались там сразу была смерть русом это хай гитлер и бандера все остальное ты еще более-менее адекватный мне просто печально что из 10 украинцев которые мне попались данный момент что ты единственный еще адекватный но я просто хочу тебя разочаровать мы просто к этой к этим моментам еще не дошли наши беседы с тобой поэтому я хочу тебя расстроить сразу отношение к вам такое какого вы заслуживаете вы его от заработали просто поскольку вы страна агрессор ну ваша страна агрессор а вы безвольное стадо которое позволяет вашему карлику тирану его вашей вот этой всей всему этому правительству которая живет за ваш счет этим все это творить поэтому если ты ожидаешь какой-то к тебе лояльное отношение ты зря у него просто истерический смех по этому поводу он просто сидит он не понимает это просто подтверждает ваши слова подтверждает мои слова подтверждает то что вам промыли мозги как маленьким хорошо в чем промывка расскажи мне хоть одну вещь приведет чем про все вышиб сказано еще раз вам ребят еще раз напоминаю но уже не про лайки хрен с ними с лайками не ищите там никаких друзей товарищи ну там есть адекватные несколько тут встречаю не всех я могу показать но основная масса это вот это друзья путина такие его ну не знаю те кто его поддерживает вот это вот они абсолютно ну или он притворяется что он не понимает или он подыгрывает путину и рассказывает все что вы это все все что вы сейчас слышали поэтому нам надо наконец-то всем разобраться в том кто такие россияне сейчас что они себя представляют распространяйте видео обязательно показывайте своим знакомым если мы вот сейчас этот шанс и оторваться от этой россии от теперешние не используем нам просто не выжить с ними всем удачи пока подписывайтесь на канал вата шоу всего вам хорошего удачи